Всем привет! Сегодня 14 марта 2018 год, время 23 часа 10 минут. Перед просмотром видеоматериала вкратце расскажу предысторию, которая произошла с моим участием и участием сотрудника ГИБДД. Так, 5 января 2018 года я управлял технически исправным транспортным средством, по которым двигался по Московскому проспекту от улицы Фрунзе. При повороте направо, по моему мнению, под разрешающий сигнал светофора, был остановлен через несколько метров сотрудником ГИБДД, который сообщил мне, что я нарушил правила дорожного движения, а именно проехал перекресток под запрещающий сигнал светофора. Однако, в ходе общения я убедил сотрудника ГИБДД, что я не нарушал правила дорожного движения, ввиду чего, в принципе, он меня и отпустил. Вот, однако, в городе Санкт-Петербурге есть такой сознательный гражданин Георгий Кокорин. Вот. Георгий Михайлович, которому эта ситуация не понравилась. И он решил написать жалобу на действия сотрудника полиции, который бездействовал, по его мнению. И, соответственно, который отразил и попросил привлечь меня к ответственности. Вот сегодня я получил постановление, согласно которого командир извода ОБДПС номер один ГИБДД ГУМВД России по СПБ Ленобласти, капитан полиции Петров Сергей Алексеевич, пришел к выводу, что надо признать гражданина Таташвили Дениса Геннадьевича виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.12 КОАП РФ. Однако, как указывает Сергей Алексеевич в постановлении, учитывая, что обстоятельства, что сроки привлечения к административной ответственности стекли, то вопрос о моей виновности обсуждаться не может, в связи с чем производство подлежит прекращению. Вот, я бы хотел, конечно, отдельно сказать Георгию Михайловичу большое вам спасибо. На канале ДПС ГИБДД ОБД России около 150 видеоматериалов, побольше. Пишите, пишите, делайте ссылки на меня. Георгий Михайлович, большое вам спасибо за свою сознательность и то, что вы мне делаете рекламу для моего канала и моей компании. Большое вам спасибо. А теперь приятного просмотра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я подальше отъехал, полагая, что у нас надолго беседа затянется. А вы, наверное, скажете, что я нарушил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя позвольте, я вашу позицию выслушаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, не очень интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы проехали по заключающей секс-проторе. Правильно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, неправильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стрелочка не горела? Нет, она горела. Там вот видно слева. Это очень нехитрый и неизвестный перекресток-тообразный. Тогда, когда пешеходом у нас красный загорается. Вот. В этот момент стрелочка горит. Просто многие эту паузу считают, что она запрещает. А там на самом деле, если вы посмотрите внимательно, сделка горела. Нарушений нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У вас же есть навигатор уже? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я на всякий случай, да, фиксируюсь. Это какая-то спорная ситуация. И мне достаточно либо должностному лицу вышестоящему показать, либо в ходе общения. Вот. Ну, поймите правильно, у меня есть, на первый взгляд, несколько признаков состава административного правонарушения. Номера и тонировка, чтобы останавливать. Меня останавливали сотрудники правоохранительных органов для общения с ними. Но подвергая жизни и здоровью граждан, ездить под красный сигнал светофора я себе не позволю. Да, согласен. Остановили правильно. Вам, как должностному лицу, вы наделены этими полномочиями. Вопросов нету, да. А как вас зовут? Я же представил вас. Слушайте, очень шумно здесь. Я не слышал вас. Наши еда болит у него в Хребтове. Васильев? Хребтов. А, Хребтов? А имя, отчество? Андрей Леонидович. Андрей? Леонидович. Андрей Леонидович. Очень приятный, Андрей Леонидович. Вот, в принципе, я свою позицию вам озвучил. Надо вам, спасибо. Не смело задерживать. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!